Привет, зритель! Я решила все-таки записать процесс приготовления сгущенного молока в медленной варке, хотя она у меня пока еще в разобранном виде, но она уже высохла. В общем, нам понадобится литр молока, если у вас, допустим, 2-х литровая медленная варка, но на самом деле количество молока должно быть 3 к 1 относительно сахара. Я беру на литр молока 330 грамм сахара, и у меня где-то 300 с чем-то миллилитров сгущенки получается, вареного сгущенного молока. В общем, молоко у меня, конечно, не первого дня, но уже несколько дней постояло, и я покупала оно уже было, как бы вчерашним, 2 апреля оно у нас, а сейчас у нас шестое. У меня, конечно, на часах седьмое, потому что не на час, на день вперед. И молоко надо прокипятить. Можно брать, конечно, не обычное, которое живет там 7-10 дней, да, можно вот такое взять, но я на подобном пока не делала, тут 1,5% жирности. Обычно я брала 3,2% жирности, вот что-то в этот раз прослопочила, забыла и взяла 2,5. Ну и мы его перельем вот в эту кастрюльку, поставим на газ и дождемся, когда оно скипит. После я добавлю сахара, ну и перелью вот в этот горшочек, когда он уже будет стоять в медленноварке. Но процесс периодически я буду фиксировать. Вот молоко я поставила на плиту, почему его нужно именно кипятить, так как медленноварка медленно нагревается, и у каждой медленноварки, ну, по крайней мере, у китвартовской, вот у китвартовской есть вообще книжечка с рецептами, и табличка, и температура, когда какая. Так как оно довольно медленно нагревается, в медленноварке, то есть шанс, что молоко ваше скиснется, и будет уже не совсем то, что вы хотели. Я так случайно накололась, когда пыталась сварить шоколад на основе некоторых какао-бобов, ну, вышла тоже интересная штука, но не совсем то, что я хотела. Так что все-таки в любом случае, если вы что-то собираетесь делать из молока, даже ту же кашу варить, надо его все-таки доводить до определенной температуры, прокипятить, и можете чуть остудить, можете таким же вот и залить, главное, чтобы кастрюлька сама была, ну, допустим, не из холодильника, не из холодного места вы ее достали, хотя бы комнатной температуры, потому что как бы это глина, и будет не очень хорошо, может пойти раньше времени трещинами, ну, и тому подобное. Вот молоко у нас кипело, я сейчас подготовлю сахар, и надо будет засыпать сахар молоком и размешать практически до полного растворения, тогда он, когда уже здесь вместе с молоком будет находиться, не будет прилипать куда-то, не пригореть, ну, и вообще будет им хорошо. Вот у меня тут запись моя в кокпете, в принципе, если вы, как бы, уверены в свежести молока, вот если бы я его была, допустим, сегодня, сегодня делала, то можно было просто довести его до определенной температуры, даже не кипятить, но если оно у вас стояло там несколько дней, как у меня, и есть шанс, что оно... Вот у меня, допустим, это молоко, вот, в этой уже сплощенной коробочке, было так, что пару раз как-то я его открывала, даже чисто попить или в кофе добавить, и оно уже классно склеило, что-то у меня манная каша. В общем, вот сахар. Обычный сахарный песок. Просто сейчас вот покажу, вот тут не полный еще стаканчик, чуть меньше 200 грамм, и мы его засыпаем просто в кастрюлю и перемешиваем. Я сейчас первую часть засыплю. И размешаю примерно вот вам. Да, возможно, надо было на штатив поставить, но как-то... У меня в этот раз тоже спадал, но это случилось. Плюс на данный момент, когда я проверяла, вот еще вчера, допустим, никто в комментах не написал желание, что да-да, хотим этот ролик. Я даже вроде как и не планировала, но вот что-то внезапно решила записать. Мало ли кому. Так же, как если бы, допустим, варили бы яблочный тот же сироп, ну, на основе яблочного сока, да, лучше размешать сахар прямо в кастрюлю перед тем, как варить. Непосредственно уже на газу, ну, или на другом, прийти, на который вы там готовите. И так сахар не прилипнет никаким стенкам, попке, скажем, ну, ну и отмывать потом это все не придется. У меня чайник закипел. Ну, и так надо проделать, в принципе, со всем сахаром. 330 грамм на литр молока. Вот я полностью добавила сахар и его размешала. Вообще сейчас внезапно попробовала чуть-чуть молочка с ложки. Очень сладкое. И сейчас проверим, где-то у меня тут был мой термометр. Сколько сейчас просто вот. В принципе, это не принципиально проверять температуру, но просто интересно ради, сколько оно. Сейчас, потому что, когда я снимала уже, ну, где-то было 94 градуса. В общем, 56 градусов, 9 десятых. Грубо говоря, практически 57 градусов. Вот, я перелила наше молоко в горшочек. Включила его в розетку. Ну, и сейчас мы, не покрывая крышкой, ставим на хай. И оставляем все это счастье на 9 часов. При желании можно пару раз помешать, но, как показала практика, я уже 2, если не 3 раза делала, а вообще 2 раза делала, то, в принципе, особого этой роли не идет. Можно не мешать это молоко. Можно помешать, допустим, вот перед, ну, часов 8 спустя уже, чисто проверить, как оно. Загустело или нет? Ну, и оно, как бы, в процессе будет выкипать и, соответственно, густеть, уменьшиться в размере и, возможно, даже чуть-чуть поменять цвет. По крайней мере, вот, в моих экспериментах, один у меня даже был несколько часов, ну, где-то часа полтора он провел под крышкой, чисто так, и был эффект даже немного такого топленого молока. Получилось, в итоге я потом делала мороженое домашнее со сливками, домик деревни 33%. Кстати, очень хорошие сливки. Состав нормальный, там только сливки. И у меня получилось мороженое крем-бюле. На данный момент я как раз вот делаю это сгущенное молоко для того, чтобы потом сделать мороженку. И вы ставите на 9 часов без крышки и дальше занимаетесь там своими делами. Можно, допустим, это делать с вечера, чтобы утром встать, и оно будет готово. Но на самом деле это всё, как бы, не совсем так, потому что 9 часов спустя вы выключаете с хай вообще полностью, закрываете крышкой и даёте ему остыть вот те же 9 часов. Если же у вас чуть больше молока, кстати, ну, сюда можно, допустим, те же полтора литра залить, тогда уже будет, ну, где-то часов 10-12. Я вот как-то всё с полтора литра мне не получается. Я купила литры. В общем, у нас остаётся час до того, как я покрою молоко крышкой. Но так как я делала в этот раз на 2,1% жирности, и вообще я хотела, чтобы оно чуть-чуть погусее ещё было, как бы оно по консистенции получается, как обычное сгущённое молоко из там железной баночки, из пакетика, где вы покупаете. И я что-то вот подумала, просто чуть-чуть вот погуще его сделать. Молочный сахар я до сих пор ещё пока не варила. Ни здесь, ни вообще. Родственники у меня делают, и вообще бабушка с мамой делали. Но это, конечно, пока ещё не молочный сахар, там немножко другая пропорция будет. Ну, в общем, я думаю, через час посмотреть, как он и будет. И может быть, даже если меня в сон не подклонить раньше времени, ещё у меня последнее время как-то в 3, 4, 5, 6, 8, ну, бессонница, в общем, то я, может, оставлю даже не до пол-одиннадцатого, а где-нибудь, ну, до пол-двенадцатого на час больше. Соответственно, на 10 часов будет потом отдыхать под крышкой. Ну, так как это будет ночь, так утром оно уже будет, в принципе, готово. Я его пару раз буквально мешала тут на стенках, потому что оставалась вот такая белая пенка оставалась. Ну, тут видно, в принципе, вот то, что оно, и сколько оно уменьшилось. Ну, и сейчас просто при вас помешаю. Можно 2-3 раза мешать периодически, но как бы это не принципиально. И более густым оно, конечно, вот только после того, как остынет. Потому что вот, когда я первый раз делала, и второй вот, мне казалось, думаю, блин, оно ещё такое жидкое, течёт. Ну, в принципе, как сироп, когда варите, какой-нибудь там тот же яблочный, и тоже кажется, что он ещё вроде как жидкое, а потом застынет, и так раз. Всё густо. В итоге оно у меня задержалось сегодня на 20 минут, в общем, 9 часов 20 минут. Я решила, что стоит его уже выключить. Оно у меня слегка тут даже покипело немножко, свет у него изменился, и оно даже уже на ложке слегка густое встало, я его тут ещё немножко помешала. и сейчас я при вас полезу за крышечкой. Закрываем крышечкой и полностью выключаем медленную варку. Можно было полностью, в смысле, что тут ещё есть медленный, более медленный режим, потом подогрев и выключение. И вот выключение, оно под крышкой у нас будет стоять ближайшие 9 с лишним часов. Так как у нас сейчас 22.51 уже, да? Ну, где-то утром я его проверю. Ну, может быть, оно даже дольше простоит под крышкой, потому что, возможно, я как бы проснусь чуть позже. Я специально будильник заводить не буду, потому что, в принципе, ему от этого хуже не станет. Снова я тут совершенно забыла про это молоко. У меня такая проблема случилась, зритель. Хейтеры порадуются. Я без очков осталась. Я сейчас скажу, вот у этих, которые на минус 7, и они у меня чисто, чтобы стричь ногти на ногах, иначе я не вижу других. Другие раскукался. То есть, оправа, в принципе, всё к тому ушло. Им больше 15 лет. Ну, в общем, я совершенно забыла про молоко, соответственно. У нас сейчас 3 часа 11 минут. А я в 22.40 его покрыла крышкой. Вот оно стало. Я его уже перелью, когда вернусь, потому что я сейчас очень хочу дойти до оптики. У нас есть две оптики. Одна вменяемая. Я её знаю, а другая я не знаю, какая. Я надеюсь, что меняемая работает. Там работала раньше, возможно, сейчас работают знакомые моей бабушки. Вот заключительный этап нашей сгущенки. Так как у меня сегодня случилась неприятность, непредвиденное обстоятельство, я стала без очков, то, к сожалению, я смогла крышку снять. И вообще вспомнила про эту сгущенку только на самом деле минут 20 назад. В общем, 20 минут где-то было 9-го. Буквально практически чуть меньше суток оно у меня стояло под крышкой. За счёт чего как бы в самом горшочке очень долго сохраняется тепло, даже если уже практически всё отдалось. Видите, какая она получилась. Местами даже был сахаринки такие засахарилась. Можно сказать, что это такая молочная, жидкая карамель вышла, но по вкусу она как сгущенка. Так что если 9 часов под крышкой держать, ну сколько часов, допустим, вы её варите, столько же часов потом держите под крышкой, то потом перелить, и она будет по консистенции именно как должна быть сгущенка. А если чуть-чуть передержать специально, липкая, у меня тут прям гора посулы. Я сегодня дома буквально была вот тут. Даже покушать нормально не смогла. Только когда вернулась уже с запасными временными очками. В общем, если вот оставить подольше под крышкой, я примерно такого эффекта в принципе и ожидала, ну когда думала чисто для себя сделай без камеры, то будет вот такое вот. Оно в принципе такая же, вот текучая. Только что несколько темнее. И не менее вкусное. Так что теперь вы знаете при случае, как готовить сгущенное молоко в медленноварке. Я думаю, что это относительно не только китфорд, а вообще любой другой медленноварки. Главное пропорции, что молоко, нужно брать 3 к 1 молоко, и 3 части молока, и 1 часть сахара. Всем спасибо за просмотр, и всем пока!